Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать про одно приложение. Вообще, очень редко записываю видео про софт, но оно мне показалось довольно интересным. И я им, собственно, пользуюсь на Pixel 3 XL. Обзор его, естественно, будет и в сравнении с третьим пикселем я вам все расскажу, но позже. В чем суть данного приложения? На мой взгляд, это одна из лучших реализаций управления жестами на Android. В этом плане приложение очень похоже на то, что мы видим на MIUI 10. Приложение называется Fluid Navigation. Оно бесплатное. Единственное, для активации некоторых моментов нужно заплатить. Но давайте я вам покажу, собственно, настройки. Значит, первое, что вам нужно сделать, это зайти в настройки системы, специальные возможности, и вот здесь активировать данное приложение. Далее, два варианта. Самый простой, это если у вас есть root-права, но если даже root-прав нет, то нужно дать определенные права данному приложению, чтобы оно смогло скрывать на экранные кнопки. Вот как видите, все это дело скрывается. При первом запуске здесь будет написано ADB-команда. Чтобы ее вести, но очень кратко, давайте вам расскажу. Заходим в систему, далее о телефоне, нажимаем номер сборки. Несколько раз появляется пункт для разработчиков. Сюда мы заходим, нажимаем отладка по USB. Далее с помощью кабеля подключаем к компьютеру. Там скачиваем ADB-файл экзешный. Через командную строку, собственно, вводим команду, которая высвечивается в данном приложении. После этого вы уже сможете скрывать на экранные кнопки. Ладно, давайте, собственно, вам продемонстрирую, как она работает. Но я думаю, вы уже разобрались. Как и в случае MIUI 10, слева и справа это действие назад. Причем, если вы тянете сильнее, то вы можете переходить между последними открытыми приложениями. Вот появляется значок. Я думаю, вы увидите. Ну и также, что касается нижней панели, то здесь все стандартно. Короткое действие – это возврат домой. Длинное действие – это список запущенных приложений. И в отличие от MIUI 10, еще можно настроить края левый и правый. Левый край, по-моему, у меня Google Now. Да, запуск. Вы же можете добавить, что хотите. Ну, давайте я вам покажу в настройках. Левый и правый край. И вот нижняя панель. Слева. Короткое нажатие – это быстрый свайп, главное. Если свайп и удержать, длительное нажатие, то вы можете запустить, что хотите. Либо какое-то приложение, либо уведомление, либо, не знаю, меню питания, либо ассистент, голосовой помощник, приложение, ярлыки. В общем, настройок реально очень много. Я, например, справа вывел включение многооконного режима. Как это дело будет работать в ландшафтном режиме? Давайте я вам покажу. Ну, собственно, как и в вертикальном режиме, просто все кнопки перемещаются. Действие назад. Здесь вот так вот. Ну и вниз – это многозадачность, либо сразу домой. Единственное, на некоторых телефонах может подлагивать иногда анимация, когда вы активируете данный сервис в специальных возможностях. Да, и в отличие от тех же жестов в MIUI 10, здесь гораздо больше настроек. Во-первых, можно настроить продолжительность длинного действия в миллисекундах. И что мне понравилось, можем настроить зону действия левого триггера. Вот можете посмотреть, как меняется чувствительная зона. И, что самое главное, можно настроить размер. Можно уменьшить, либо увеличить. Для чего это нужно? Если мы открываем, например, Play Market, вот здесь вот таким вот жестом вызывается боковое меню. А, соответственно, чуть ниже – это действие назад. Поэтому вы можете построить, как вам удобнее. Давайте я вам в этом видео расскажу про звук динамиков Pixel 3 XL. К сожалению, звучат они, на мой взгляд, просто отвратительно. Причем это подтверждают все. И на Android Police, и на XDI все пишут, что на громкости где-то 50% и ниже, особенно в случае, когда есть какая-то речь, слышно такое вот глухое жужжание, неприятный гул, шипение. Я не знаю, сложно передать. Я постараюсь сейчас микрофоном записать. Опять же, в сравнении с тем же iPhone XR. Я думаю, вы услышите разницу. Google на это ответили, что они знают про эту проблему и в ближайшем обновлении должны поправить. И, повторюсь, такого не было на Pixel 3. Я точно вам скажу. Данный iPhone на 64 гигабайта обойдется в 65 тысяч рублей, на 128 в 69 и на 256 в 78 тысяч рублей. Ну вот здесь сразу, наверное, хочу отметить такой момент. Разница между версией на 128 и 64 гигабайта не такая большая в цене, поэтому я бы, наверное, покупал на 128, тем более, что данный смартфон записывает ролики в 4К 60 фпс. Вот как только громкость превышает где-то 50%, качество становится... Итак, что идёт в комплекте? Это фирменные Apple наушники. Очень хорошие. А ниже 50% какое-то фоновое жужжание. Я не знаю, как запишет микрофон, но я думаю, разницу вы должны были услышать между звуком на iPhone XR и на Pixel 3 XL. Какое-то фоновое жужжание, которое проявляется очень сильно при громкости 50% и ниже. Важное дополнение. Сейчас проверил разговорный динамик, разговаривая, собственно, по телефону. И хочу сказать, что звук, конечно, очень плохой. Он такой же гулкий, каким-то фоновым дребезжанием, жужжанием. В общем, разговаривать по большому пикселю крайне неприятно. Я не знаю, как Google умудрился так испортить динамики, почему они это дело не проверяют. В случае маленького пикселя ничего подобного нет. А вот на динамик большого пикселя жалуются все. Куча сообщений на зарубежном форуме, на Android Police, как я вам говорил. Все про это говорят. Но вроде как Google обещали исправить в обновлении. Если не исправят, я просто не рекомендую к покупке большой пиксель. Лучше возьмите маленький. Но, пожалуй, что хотел рассказал в этом видео, в описании будет ссылочка на приложение. Обзор пикселя 3 XL, естественно, будет. Там я уже сравнил с маленьким пикселем по автономности. Более подробно про все вам расскажу. Вот единственное, что я заметил, что мне категорически не понравилось. Это как он звучит. Ну все, всем спасибо за внимание. Ну и бонусом коротенькое видео. Так как многие спрашивали, что будет с коэффициентом пульсации, когда на AMOLED'ах выбрана темная тема. Я, собственно, подтверждаю. Коэффициент пульсации заметно снижается по сравнению со светлой темой. То есть, действительно, лучше использовать темный фон, когда смотрите на экран, особенно вечером. Ну и если вы выбираете полностью черный фон, я думаю, вы все прекрасно знаете, что на AMOLED'ах тогда пиксели, светодиоды, собственно, не горят. Из-за этого мы получаем настоящий черный цвет. Тогда коэффициент пульсации, как можете видеть, нулевой.